В первый день Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали экологию и так называемый «новый капитализм». Также он ознаменовался тем, что его посетил американский президент. В прошлом году Дональд Трамп решил не приезжать на мероприятие, поскольку ему нужно было решить проблему шатдауна правительства. Теперь же он выступил с речью и провёл переговоры с некоторыми политическими лидерами. В своём докладе президент США отметил, что его страна присоединится к инициативе Всемирного экономического форума под названием «Один триллион деревьев». Он также сказал, что Вашингтон привержен защите экологии, но не поддерживает тех, кто постоянно кричит о конце света и климатическом катаклизме. «Они предсказывали кризис перенаселения в 60-х годах, массовый голод в 70-х и истощение запасов нефти в 90-х. И паникёры всегда требовали только одного – абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать любой аспект нашей жизни. Мы никогда не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику, расколоть нашу страну или лишить нас свободы». Дональд Трамп также встретился с президентом Ирака, премьер-министром Пакистана и главой Еврокомиссии. Кроме того, посетил встречу, посвящённую чемпионату мира по футболу 2026 года, финал которого примут США, Мексика и Канада. Выступила в Давосе и климатическая активистка Грета Тунберг. Правда, её речь оказалась не такой эмоциональной, как годом ранее. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии отметила, что она придерживается идеи нового капитализма, который должен примирить климат и производство. В целом, 50-й Всемирный экономический форум посетят руководители 53 стран и правительств. Также участвуют главы компаний и ведущие экономисты.